Субтитры создавал DimaTorzok Если вы называете меня своим Господом, то где тогда почтение как Господу? Раб чтит Господина своего, и Сын чтит Отца. Если я Отец и Господь, то где почтение ко мне? То есть Бог, обращаясь к нам, требует от нас уважения, требует от нас почтения. Мы должны иметь уважение к нашему Богу, чтить Его, аминь. Да, Он наш Отец, но при всем при этом Он святой и справедливый Бог. Аминь. Итак, давайте мы поглубже с вами перейдем к нашей теме, поглубже рассмотрим тему сегодняшнюю. Еще раз повторю, тема нашего общения сегодня с вами называется «Где почтение ко мне?». Я хотел бы, чтобы мы с вами почитали книгу «Евреям», 10 глава, стихи с 19 по 31. ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ, 10 глава, стихи с 19 по 31. Первый. Послание к евреям. Десятая глава. Стихи с 19 по 31. Это Новый Завет. Кто нашел? Поднимите руку, пожалуйста. Евреям. Десятая глава. Стихи с 19 по 31. Евреям. Десятая глава. Стихи с 19 по 31. Давайте вместе с вами, размышляя немножко над этим словом, прочитаем это слово вслух. Три, четыре. Три, четыре. Три, четыре. Три, четыре. Господь будет судить народ свой. И дальше говорится, страшно впасть в руки Бога живого. Страшно впасть в руки Бога живого. Кто из вас видел Бога? Поднимите руку. А знаете, Моисей, народ, они видели, так скажем, не самого Бога, но они видели явление Бога. Писание говорит, что от Его присутствия горы тают. Мы поем, да? От твоего лица тают горы. Мы так благодатно это поем. А вы представьте себе, вот гора перед вами стоит. Бог приходит, и гора от славы Божьей начинает таять. Мне кажется, мы там все, не знаю, настолько сильно испугаемся. Это когда описывается, когда Бог посещает там народ израильский, и когда все это описывается, такая темная туча опускается на гору. И оттуда такой глаз Божий, как гром, душ, Бог говорит. И весь народ страх объял, весь израильский народ. Они были в страхе, они были шокированы, они боялись туда вообще подойти. Вы представляете, насколько Бог великий. Мы же как мы, нам же Бог открылся уже как Бог любви, да? И мы с вами другую сторону еще не знаем. Справедливости Божьей, святости Божьей. Вот любовь, любовь, и мы как-то на этой любви играем. И Писание нас предупреждает сегодня об этом, что нельзя. Да, оказывается, есть люди, которые попирают Сына Божьего, попирать Иисуса Христа. Нет, не верующие это делают, а именно верующие. Здесь говорится именно о верующих людях. Попирают Сына Божьего, не почитают за святыню кровь Христа. Духа благодати, то есть о чем мы говорим? Мы говорим именно о благодати. Дух благодати, Дух Святой. Они Духа Святого оскорбляют. Как можно оскорблять? Кто из вас когда-то оскорблял Духа Святого? Вот то же самое задать вопрос тем верующим, которым было предназначено это послание, тоже бы никто не поднял руку. Но не говорится же просто о словах, вы понимаете. Говорится о наших поступках, о нашем поведении, о нашей жизни, своим образом жизни, своим поведением. Вот этим самым мы с вами не почитаем Сына Божьего. Мы попираем кровь Христа и оскорбляем Духа благодати, Духа Божьего. Своим поведением. Ну давайте с самого начала. Во-первых, Слово Божие говорит, и мы с вами должны на это обратить особое внимание. Мы с вами имеем великие преимущества, и здесь написано какие. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством, то есть благодаря крови Иисуса Христа путем новым мы живым. И дальше написано с 21 стиха, если читаем, и имея, то есть мы имеем великого священника над Домом Божьим. Вы знаете, это Дом Божий. Дом Божий это, аминь. Кто здесь главный? Иисус Христос. Аминь. Иисус Христос, священник, это тот, кто ходатайствует за нас перед Богом постоянно. Вот мы грешим, он постоянно ходатайствует за нас. Отец, прости, прости, я за них умер. Это тот, кто дает нам все необходимое, то есть восполняет все наши нужды. И даже мы с вами можем об этом не замечать. Писание говорит об Иисусе Христе, это глава. Глава. И вот если у вас что-то вот здесь вот наружится, вы можете быть или парализованным человеком, может отказать что-то. Палец отрубить живы будете, голову, все. То есть это самое важное. И Писание говорит, что Христос это глава церкви. Аминь. Почему важно быть в церкви? Потому что мы тело Христа. Аллилуйя. И Иисус это наша глава. Аминь. И Он восполняет все необходимое. Прошлое воскресенье. Да у нас было еще одно, второе открытие, да, богослужение открытия. И пастор хорошее слово сказал. Я две вещи для себя важные взял из Его слова. А с одним хочу сегодня с вами поделиться. Кто-то может быть взял для себя, кто-то проморгал, прослушал, не услышал. Он сказал, так как церковь это тело Иисуса Христа, да, то все необходимое для верующего, все необходимое подребно для его духовной жизни находится в церкви. В теле Иисуса Христа. Аминь. Еще раз говорю, если отрубить палец, он сам по себе не сможет больше жить. Не сможет. Он пока он в теле, он питается всем необходимым. Да, он живет. Даже если поранился, раз, тело заботится о нем, и палец заживает. И с многими из нас это было, да, когда-то резались и так далее. Точно так же, так как Иисус наша глава, а из церковь это его тело, для верующего христианина все необходимое для его духовной жизни именно есть в церкви. И когда мы с вами в церкви, мы вот всем этим наслаждаемся, мы живем. Аминь. Мы развиваемся, мы растем духовно, мы больше и больше познаем Бога. Это очень важно. Аминь. И так мы с вами имеем вот такие преимущества. Во-первых, мы имеем доступ к Богу. Мы с вами можем свободно приходить к Богу. Аминь. Это Дом Божий. Это Святое Святых. И раньше в Ветхом Завете в Святое Святых не каждый мог войти. Только священники. Один раз в год. И то никто не был уверен. То есть они заходили там прибраться немножко. Святое Святых. Представляете, год. Год ничего нету, да, там. Они приходили прибраться, не знаю, там, может, паутину убрать, еще что-то. Когда они заходили в Святое Святых, никто не был уверен. Никто. Это был священник. Необычные люди. Только священники могли заходить в Святое Святых. И то никто не был уверен, что он оттуда выйдет живым. То есть раньше не было доступа обычным людям в Божье присутствие. Не было доступа в это Святое Святых. Святое Святых от обычных людей разделяло. Помните, написано «завеса». И когда мы с вами будем читать, описывать, там, она из кожи, там, еще, еще, так. Это так, я не знаю, какой толщины она была, но очень толстая завеса была. Она разделяла обычных людей от присутствия Бога. Люди не могли просто так войти. Такая вот завеса разделяла людей. Но Писание о чем говорит? Что благодаря крови Христа, благодаря жертве Христа, эта завеса разодралась. То есть нам открылся доступ к Богу. Поэтому сегодня свободно сидим здесь, в Божьем присутствии. Грешные, святые, там, кто-то мало грешит, кто-то слишком много грешит, да. Но мы все сегодня свободно с вами входим в это присутствие, свободно наслаждаемся любовью Божией. Там, и на всех Бог изливает эту благодать свободно. Благодаря жертве Христа. Это привилегия или нет для нас? Это привилегия. Первая привилегия для каждого из нас. Мы с вами имеем свободный доступ к Богу. Если вы хотите прийти к Богу, не надо у меня спрашивать разрешение еще у кого-то. Вы можете сегодня свободно прийти к Богу. И Бог будет говорить с вами. Бог исцелять будет вас. Бог будет учить вас, наставлять через свое слово, освобождать вас. Аминь. Вам для этого больше ничего не нужно. Иисус Христос, только благодаря жертве Христа, вы имеете этот доступ сегодня к Богу. Это привилегия для нас. Аминь. Мы должны осознать, оценить, насколько это ценно и дорого для нас. Если бы мы с вами жили в Великой Завете, да, мы бы, наверное, думали, вот здорово, да. Входить в Божье присутствие. Вот так свободно. Люди, наверное, тогда мечтали. А может быть, даже не мечтали, боялись входить в Божье присутствие. Боялись, потому что Бога действительно по-настоящему. А мы сегодня имеем доступ. Второе, о чем Писание говорит, мы имеем великого священника. У нас есть священник, который никогда не согрешает. Это Иисус Христос. В нем вообще нет греха. Это священник над Домом Божьем. Он наша глава. Мы с вами уже об этом говорили. И Он за нас ходатайствует. Это ваш ходатай, который говорит, Бог Отец, я умер за Него. Я пролил свою кровь за Него, чтобы Он вечно жил. Прости Его, пожалуйста. Ради меня. Я за Него умер. Прости Его. Аминь. Привилегия или нет? Мы имеем такого священника. Это привилегия. Аминь. Дальше Слово Божие говорит, что мы с вами имеем, вот мы с вами читали это местописание, мы имеем эти преимущества, опять же, только благодаря, я хочу сделать акцент сегодня на этом, только благодаря жертве Христа, только благодаря Христу и пролитой Его крови, только благодаря этому мы сегодня имеем эти привилегии, если бы не Иисус, если бы не Его жертва. Опять же, говоря о жертве Христа, Бог Отец не заставлял Его, Он не сказал, давай, Иисус, давай-ка, давай, за всех умри, пойди и возвращайся, вот тебе указ, приказ нет. Как Библия говорит о Христе? Он пошел на крест как добровольно. Он сам это захотел. Он мог и не пойти. И ничего бы с Ним не было. Он мог бы не пойти. Но Он пошел добровольно. Он сделал это добровольно ради каждого из нас. Он добровольно пролил кровь за нас, за людей, так скажем, недостойных этой жертвы. Он пролил из своей огромной любви каждому из нас свою кровь. И вот благодаря Его крови, только благодаря единству жертвы Христа, мы сегодня с вами имеем эти привилегии. Аминь. И теперь, о чем я хочу сейчас сказать еще. Жертва Христа. Хочу подчеркнуть. Дальше вы поймете, о чем я сейчас говорю. Жертва Христа – это единственный наш путь, путь христианина. Нету у нас другого пути. Это единственный путь. И поэтому заигрывать со Христом, ну, это, наверное, глупо. Вот были бы другие варианты, вы понимаете, да? Другой разговор. Ну, ладно, здесь не получу спасения, я где-нибудь в другой религии получу спасение. Через Христа не получу спасения, пророка, и через него получу спасение. Но нету другого пути. Другого пути нету. Поэтому, если мы это осознаем и понимаем, что нам нужно сделать? Уцепиться за Христа. И не отпускать Его вообще никогда. Сделать все для того, чтобы не отпустить Иисуса Христа. Давайте скажем, Иисус – это единственный путь. Скажите своими устами громче. Иисус – это единственный путь. Аминь. То есть, другого пути нету, не существует. Для нашего спасения, для прощения наших грехов не существует. И немножко пробежимся. Итак, во-первых, Христос и кровь Христа – это единственный путь. Во-вторых, кровь Христа – это новый путь. То есть, раньше был старый путь. То есть, если мы посмотрим в противоположность Ветхому Завету – Завету дел. Там нужно было что-то делать. Делать, чтобы как-то оправдаться перед Богом. Но потом Писание же самое говорит, что делами никакая плоть перед Богом оправдаться не может. И поэтому, благодаря жертве Христа, благодаря крови Христа, нам открылся новый путь. Какой путь? Кто может мне сказать? Это путь веры в Иисуса Христа. Потому что мы с вами получаем прощение и оправдание сегодня. Только благодаря нашей вере в Иисуса Христа мы оправдываемся. Это новый путь. Аминь. Это путь, так скажем, в котором можно вообще не сомневаться. Точно, если ты веришь в Иисуса Христа, веришь в Его жертву, доверяешь Христу, ты будешь спасен. Это точно, и ты можешь в этом не сомневаться. Это новый путь. И он не на наших делах основан. Он основан на жертве Христа. Аминь. И на нашей вере, на нашем доверии. Дальше. Кровь Христа – это путь живой, соответственно. То есть, если Ветхий Завет, он приводил нас всех к смерти. Почему? Мы пытались в Ветхом Завете все оправдаться как? Делами. А человек делает, 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 делает. Вот мы с Диаконова однажды ехали в церковь сюда, и мы всю дорогу общались об этом. Ветхий Завет. Вот насколько Бог действительно замечательный. Кто когда-то задавался вопросом, Господи, зачем ты дал 10 заповедей, если все равно их исполнить не могу? Библия ЖК говорит, если ты хотя бы одно что-то нарушил, ты весь закон нарушил. А Новый Завет вообще говорит, что если ты в мыслях согрешил, то это фактически ты согрешил. Гневаешься на брата, это значит, ты убил брата. То есть, Библия нас в таком положении оставляет, что ну как ни крути, ты виноват. Ты грешный человек. А еще когда ты туда окунаешься, в Ветхий Завет, в эти 10 заповедей, начинаешь себя сканировать и проверять, и понимаешь, что ты не можешь все это исполнить, и вопрос. Я задавался таким вопросом. Может быть, кто-то из вас тоже задавался вопросом. Господь, зачем ты нам дал эти 10 заповедей, если ты прекрасно знаешь, что мы их исполнить не можем? Но в Новом Завете есть ответ, где говорится, что Ветхий Завет – это путеводитель, то есть путь, который ведет тебя и направляет к кому? К Христу. И Он тебя спасает. Он прощает. Проще говоря, Ветхий Завет – это градусник. Вот ты окунулся в Ветхий Завет, попытался, попробовал, попробовал жить по заповедям, и понимаешь, что не можешь. Это градусник. Ты смотришь, и тебе градусник говорит, ты больной, ты болен. 39,9. Когда мы окунаемся в Ветхий Завет, мы понимаем, что мы грешные люди. Да? Мы осознаем это. Мы больные люди внутри, мы прокаженные люди. Может ли градусник? Кто из вас когда-то градусником лечился? Вот Он вам показал, что вы больны, и вы лечитесь градусником. Градусник, градусник, вылечи меня. Как там, меня прикладывали куда-то, чтобы Он вас вылечил. Кто-то так делал? Кто нужен вам, если вы очень больны? Врач нужен. То же самое Ветхий Завет. Он вам не может спасти. Функция Ветхого Завета, функция десяти заповедей – доказать, что вы грешны. Вам доказать, что вы больны, что вы прокаженные. И куда нас направить? К врачу, к Иисусу, к Христу. Аминь. И вот как раз таки, о чем мы говорим сейчас с вами, что кровь Христа – это живой путь. Если Ветхий Завет нас вольно-невольно к смерти приводит, мы понимаем, что мы погибнем из-за наших грехов, то Новый Завет нас приводит к чему? К жизни. Потому что Новый Завет основан на крови Христа, которая была пролита ради нашего прощения. Аминь. Мы уже не умираем. Через жертву Христа мы оживаем. Это живой путь, который приводит нас к жизни, к вечной жизни на небесах. Аминь. Итак, дальше, последнее. Кровь Христа – это единственный путь к небу, с чего мы начали, к этому мы с вами и пришли. То есть, святому святых. Также мы говорим, что небеса – это тоже святое святых. Там и обитает святой Господь. Аминь. Это, так скажем, его территория. Ну, нашим языком скажем. Это святая территория. Там грешников нету. У него все святы. Аминь. И кровь Христа открывает нам этот путь в небеса. Кто верит, что вы будете жить вечно на небесах? Поднимите руку. Повыше поднимите руку. Я верю, что я буду вечно жить на небесах. Аминь. Вы будете вечно жить на небесах? Аминь. Благодаря жертве Христа. Крови Христа, который открыл вам путь. То есть, Христос что сделал? Мы с вами уже говорили об этом сегодня. Он эту завесу разодрал своей жертвой. Когда Он умер за нас, Он разодрал эту жертву и открыл нам путь святое святых. Мы с вами благодаря крови Христа будем вечно жить на небесах. Аминь. То есть, чему мы с вами начали? Во-первых, мы с вами сегодня говорили, что у нас есть великие преимущества. Осознаем мы это, не осознаем, понимаем мы или нет. Но я хотел бы, чтобы мы все поразмышляли об этом. Мы с вами имеем доступ к Богу. Это преимущество. У нас есть священник святой, которому нет подобного, который ходатайствует за нас. Это Иисус Христос. И все это не просто так. Все это мы с вами приобрели, эти преобилегии мы с вами приобрели посредством крови Христа. Посредством жертвы Иисуса Христа. Аминь. И мы с вами говорим также сегодня о том, что Христос, Его кровь, это единственный путь. Другого пути не существует. Аминь. Иисус, я здесь для себя написал, это единственный путь. И единственный, кто может спасти нас, это Иисус Христос. Дух Святой, единственный, кто может освятить нас. Освящение слова, понимаете? Мы с вами говорили об этом, еще раз скажу. Освящать это значит отделять нас для Бога. Вот ты можешь ходить, ходить в церковь, ходить и понимать, ты год в церкви, два, три, а в твоей жизни ничего не меняется. Как грешил, так грешил. Как были вредные привычки, так и остались вредные привычки. То есть в твоей жизни вот этого процесса освящения не происходит. Дух Святой, он не работает тебе по какой-то причине. Ну, конечно, Писание говорит, что Бог виноватым не бывает. Всегда мы виноваты. Ну, как ни крути, так оно и есть. Есть, я значит что-то не так делаю перед Духом Святым. Но вы должны осознать, что Дух Святой, это единственный, кто может тебя освятить, отделить тебя для Бога, очистить тебя, сделать тебя человеком, принадлежащим полностью Богу. Это Дух Святой. Это единственный, кто это может сделать. Могу ли я вас освятить? Не могу. Покажите мне пастора, который может освятить. Нет такого человека. Освятить может только Дух Святой. Он единственный. Давайте мы с вами это скажем. Я хочу, чтобы мы это поняли с вами. Иисус единственный, кто может спасти меня, скажите это. Иисус единственный, кто может спасти меня. Дух Святой единственный, кто может осветить меня. Евангелие – это единственный путь спасения. Нету других книг, нету других посланий, нету других Евангелий. Это единственная Евангелие, которая открывает нам истину, открывает нам живого Бога, приносит нам жизнь. Это единственная книга, книга Божья. Аминь. Единственное мы с вами должны точно в это верить, осознавать и понимать. Если это у меня единственное, насколько я, это не просто единственное, это единственное, что вообще решает, так скажем, мою вечность. Это единственное, что решает мой вопрос с грехом. Евангелие, Христос, Дух Святой, это единственное в моей жизни. Когда мы осознаем это, насколько сильно мы должны ухватиться за Христа, за Духа Святого и за Евангелие. Аминь. Господи, насколько мы богаты, у нас есть Евангелие. Насколько мы богаты, у нас есть Дух Святой. Аминь. Дружите с Духом Святым. У Него есть сила осветить вас. У Него есть сила преобразить вас. Аминь. Мы богаты, у нас есть Христос, священник, который хататайствует за нас, который умер за нас, пролил кровь всю из-за нас, стал жертвой из-за нас, единственной, и навсегда больше жертв не нужно. Насколько мы богатые. Аминь. Итак, теперь, осознавая это, то есть, смотрите, человек глупый на самом деле, тот глупый, вот у меня других слов нету, кто своим поведением, своей жизнью, образом своей жизни отвергает Христа, отвергает Духа Святого, отвергает Евангелие. Как будто есть еще у него там в запасе что-то. Нету, христиане, у нас в запасе больше ничего нету. Христос единственный путь нашего спасения. Дух Святой единственный, кто освящает нас. Евангелие единственное, которое несет нам истину и дает нам жизнь. Аминь. Больше у нас нету. Осознавая это, насколько мы должны вести себя, я не знаю, вести праведный образ жизни, дорожить, ценить, даже иметь страх, чтобы не упустить это из своей жизни. Не потерять, а держаться за это. Аминь. Итак, Писание об этом и говорит сегодня, что нам нужно в трепете, в страхе совершать свое спасение. Приняли Христа, получили спасение, нужно совершить это, то есть удержать, так скажем, это спасение в трепете перед Богом, в страхе перед Богом. Аминь. Вот об этом сейчас я и хочу в четвертых поговорить. В трепете, в почтении. То есть, если мы с вами осознаем и понимаем, что Христос и его кровь, это единственный путь для нашего спасения, единственный путь для нашего прощения наших грехов, то мы должны, осознавая это, понимая это, совершать свое спасение, ходить перед Христом, перед Евангелем, перед Духом Святым в трепете. Потому что, если я упущу это, я упущу все из своей жизни. Я хочу, чтобы мы все осознали, другого пути у нас нету. Аминь. Писание нас учит сегодня и говорит, как мы должны, как это в трепете и почтении совершать свое спасение. Вот мы христиане с вами. Да, христиане? Все же здесь христиане, все верующие в Иисуса Христа. Все приняли Христа. Аминь. Как мы должны в трепете и почтении, в страхе и трепете совершать свое спасение? Вот то, о чем мы сегодня с вами читали, дает нам ответ. Во-первых, мы должны приступать к Богу. Приходить к Богу нужно. Аминь. Когда? Всегда. Чаще. Вот. Насколько можно чаще? Прибегайте к Богу. Да, приступаем, да, здесь написано, я не помню, правда, стих, 22 стих. Да, приступаем к Богу. И там перечисляется, с каким сердцем, как нужно приходить к Богу. Вот об этом я и хочу сегодня поговорить с вами. Да, приступаем к Богу. Как нужно приступать к Богу? Во-первых, нам нужно исполнять Его завет, исполнять Его Слово. Тот завет, который Христос ставил нам заповеди блаженства. Нам нужно жить по этим заповедям, исполнять. Вот таким образом мы приступаем к нашему Господу. Аминь. Когда мы ходим святым, у нас святой образ жизни, праведный образ жизни, тем самым мы тоже можем приступать к Богу. Когда мы с вами благоговеем перед Богом. И самое главное, когда мы полностью повинуемся нашему Богу, мы приходим к Богу. Хочу просто доказать. Гордым Бог противится. Бог гордым противится. Библия говорит об этом. Кто такой гордый человек? Это человек, который считает, что он умнее Бога. Это человек, который считает, что Бог не достоин его времени, его внимания, его финансов. Он не достоин, Бог вообще не достоин меня. Ну, мы не говорим это словами, мы действиями это показываем. Бог, ну как-то ты в стороне. Я быстро сейчас сам все решу, устрою в своей жизни и все будет нормально. Это гордость перед Богом. Мы должны с вами смириться, сокрушиться и признать, я без Бога ничего не могу. Если Бога в моей жизни не будет, ничего в моей жизни не будет. Абсолютно. Вот это смирение. А смиренным, говорит, дает благодать. Аминь. Поэтому у нас должно быть полное повиновение Богу. Это и есть смирение перед нашим Господом. Аминь. Давайте смиримся перед Богом. Будем полностью послушны Ему. Может быть, нам не нужно идти в монастырь, но я так грубо говоря скажу, но этой монастырской жизни мы должны жить здесь, на этой земле. Что это значит? Быть отделенным для Бога. Ну, те, кто бегут в монастырь, эти люди что хотят? Они хотят полностью себя отделить от этого мира. Но это тоже не помогает. Как-то я вот слышал историю, не знаю, в каком это году было два монастыря. Мужской монастырь и женский монастырь. И между ними было огромное огромное озеро, которое их разделяло, чтобы они как бы друг с другом не встречались, там не виделись. Но вот так в такой вот святости пытались друг друга хранить, да, вот эти люди. Вот такой план был. Мужской монастырь, женский и озеро. Через много-много лет это озеро высохло. И на дне этого озера обнаружили очень много скелетов маленьких абортированных детей. То есть фактически это не решает проблему, вы понимаете? Ты можешь быть в монастыре, но если ты здесь так и не отделен для Бога, ты все равно будешь согрешать. Поэтому я говорю, мы должны вот здесь в сердце своем быть отделенными для Бога. Аминь. Жить как, вот здесь должен, грубо говоря, вот здесь у тебя монастырь должен быть. Отделись для Бога, принадлежи Богу. Аминь. Я не хочу быть таким монахом, многие говорят. А я так скажу, ну монахом-то не надо быть вот так вот там платочек одевать, еще что-то, но ты должен быть в сердце своем все равно монахом. Как это? А вот так в повиновении ходить перед Богом. Смиренным дает благодать, гордым противиться. Не, ну я так верю в Бога, я слышал много раз. Ну я верю в Бога, ну как-то монахом быть не хочу, в церкви жить не хочу, ну как-то вот не хочу в это как-то. У нас я верю там в душе, в Иисуса Христа. Это не помогает, это не спасает. Ты живешь своей жизнью, ты не хочешь смириться перед Богом. Если ты не смиряешься, значит ты противишься Богу, ты показываешь свою гордость перед Богом, и Бог тогда тебе противится. Поэтому очень важно, очень важно в трепете и почтении совершать свое спасение. Первое мы с вами говорим, нужно приступать к Богу в смирении, в сокрушении, в полном повиновении Ему. Аминь. Если пришел к Богу, будь добр, склонись перед Ним, Он твой Царь, Он твой Создатель, Он твой Бог. Еще я слышал, да, что если раньше к Царю, перед Царем приходил обычный человек и приходил без настроения, вот он показывал, что даже в Библии описываются некоторые примеры. Люди боялись приходить с кислым лицом, грубо говоря, перед Царем, потому что Царь мог казнить этого человека. Нельзя было вот так вот приходить перед Царем. Всегда должно быть, должно было быть вот это вот, как сказать, почтение к Царю. Люди не приходили, а, привет, президентуха там, как у тебя дела, все нормально. Даже мы с вами каким уйдем? Вот так вот у нас все трясется как-то вот, всякий, а, здравствуйте. Вот так вот, какой-то у нас есть вот, какой-то трепет, а Бог, ну как-то друг, друг, ай, шалтай-болтай. У нас перед Богом должен быть трепет. Вот люди подождут, а перед Богом должен быть страх. Должен быть трепет перед Богом. Аминь. Итак, дальше Писание говорит, что мы должны приступать к Богу. Во-первых, мы говорили приступать к Богу. Во-вторых, приступать к Нему надлежащим образом. Надлежащим образом. То есть, опять же, как привести пример. Вот если вы сегодня его знаете, я думаю, нормальные люди, они так и сделают. Вот вас пригласил там ваш президент там Каримов, да, или Назарбаев к себе вас пригласил. Я уверен, просто я уверен, я знаю, вы хорошие люди. Вы не пойдете к Нему в тапочках, вот проснулись, не расчесался такой, весь этот, зубы не почистил. О, Каримов пригласил, пошел там. Привет, брата, как дела? Расчешетесь, побежите в парикмахерскую, наверное, даже одежду купите новую. Костюм, галстук оденьте. Вот надлежащим образом вы придете перед Ним. И Писание тоже учит, что даже когда мы приходим к Богу, к Нему надо, как приходить к Богу? К Богу нужно приходить надлежащим образом. Аминь. Это значит, что себя тоже нужно готовить. Как себя готовить? Полностью себя нужно готовить. В моей жизни был один раз такой конфликт, но меня так пастор мой учил. Я был лидером прославления, лидером молодежного служения, и особенно мне пастор говорил, чтобы никто из сестер не стоял, особенно летом, с босыми ногами в сандалиях, там, я не знаю, пусть даже туфли, если пальцы оттуда торчат, нельзя. Одевайте, вот пусть скажите сестрам, чтобы, как называются такие вот, а? Капроновые такие носочки, чтобы все прикрыто было, закрыто аккуратно, никаких кроссовок, ничего подобного. И знаете, однажды из нашей группы, а я об этом проповедовал, учил, я не знаю, как я что-то промахнулся, неправильно как-то я сказал, но я тоже говорю, что надлежащим образом мы должны приходить перед Богом. И внутренне, это самое важное, о чем я сегодня говорю. И внешне тоже, надлежащим образом. И смотрите, когда я об этом учил молодежь, в следующее воскресенье на служение две девушки молодые, они стояли в восхвалении, они пришли в кроссовках, в каких-то трико, да, вот костюм спортивный, полностью одежда новая. Я их так отругал. Отругал, у нас даже был скандал в церкви, я помню. Эти две девушки, ну, они ушли из церкви, со служения даже ушли. Я не знаю, в чем произошло. Я когда их учил, я говорю, что Господу надо самое лучшее приносить. Они сказали, мы купили перед воскресеньем новую одежду, лучшую одежду мы принесли, но в их глазах, да, лучшие. Кроссовки. И мы в новом, мы еще никогда не одевали. Мы в новом пришли перед Богом. То есть, честно сказать, у них было сердце правильное. То есть, они хотели самое... Просто вот такое, да, недопонимание тоже молодое, сырое, зеленое, ничего не знал, не понимал. Вот так произошло. Но здесь о внешнем Писании тоже будет говорить сегодня. Мы с вами об этом поговорим. Но самое важное, нам нужно готовить свое нутро. Кто-нибудь из вас перед воскресным богослужением готовил себя когда-нибудь? Вот мне, пастора, я говорю, в этом проблем нет. Потому что я всегда себя готовлю. Мне вам надо проповедовать Слово Божие. А для того, чтобы проповедовать, я сам должен от Бога получить. Поэтому я читаю Божье Слово, я размышляю, я молюсь, я ходатайствую. Я же не могу перед вами втрекох. Я всегда там женат, глаживаю, стираю, чистенько одеваюсь ног до головы. То есть, у меня проблем нет с этим. Я готовлю как свое сердце, так и свою внешность. И вот у прихожан может быть такая проблема. То есть, вышел с работы там, может быть, там поматерился где-то на работе, там начальник кричал, ты по-русски все равно не понимает, да, по-русски. Обматерил его, с кем-то поругался, может быть. В субботу вышел там, стресс такой где-то, выпил немножко там, закурил, и завтра в церковь сел в машину и приехал такой весь этот. Библия что говорит? Мы должны приходить к Богу надлежащим образом. Почему я сейчас опять об этом говорю? Я хочу опять сверху прийти. У нас с вами есть преимущества. Мы имеем доступ к Богу свободный благодаря жертве Христа. Аминь. И мы с вами говорили о том, что да, благодаря жертве Христа, но жертву Христа также мы с вами должны понять. Это единственный путь, нет другого пути. И если ты осознаешь и понимаешь это, что Христос это твой единственный путь, что Дух Святой единственный, кто тебя освящает, что Евангелие это единственное Божье Слово, которое приносит нам истину, приносит нам жизнь. Когда ты это осознаешь, когда ты стоишь вот так перед Богом и понимаешь, что если Бог тебя не простит, больше никто никогда не сможет тебя простить. Если Бог не откроет тебе путь в небеса, никто никогда не сможет это сделать. Нету ни одного пророка, ни одной религии, ни одного человека, которые смогут тебе дать то, что тебе дает Христос. Когда ты осознаешь это, понимаешь это, вольно-невольно тебе нужно будет приходить перед Богом. Каким образом? Надлежащим образом. Вы понимаете, о чем я говорю? Какой-то должен быть страх перед Богом, трепет перед Богом, если не Бог. У меня... Еще вот историю вам расскажу. Был человек в моей жизни, который не просил у меня о помощи, но которому я, я знаю его положение, это было в Казахстане, я ему решил помочь этому человеку. Но так получилось, что сумму, которую я хотел помочь этому человеку, я не смог вовремя отправить, как я обещал. Я немножко задержался. Но в принципе это в моей... Это мое право, потому что я помогаю человеку, и своего желания я в принципе могу отправить в любое время, когда я захочу. И так получилось, что я немножко задержал, и этот человек ко мне звонит и начинает ругать меня. А что ты меня подводишь, вот там сопляк и так далее, он старше меня был там. Это тоже был верующий человек. И знаете, я тогда подумал, Господи, здесь собираешь, да, эти деньги, хочешь помочь человеку, и человек приходит к тебе вот таким вот, да, как будто я ему еще чем-то обязан, я ничем не обязан, я хочу, могу помочь тебе, хочу, могу не помочь. Я ему сказал, извини, брат, но я не буду тебе помогать. Ну не хочу просто, просто вот твое поведение, да, меня, ну неправильное поведение, вот как-то ты неправильно ко мне пришел. Ну это неправильно, согласитесь. Да, ты хочешь помочь человеку, а человек еще тебя там ругает, там чуть ли не материт, якобы ты ему должен. Я тебе ничего не должен. Поэтому я как бы свое пожелание помочь тебе, я откладываю, и я еще подумаю, помочь тебе или нет. И этот человек потом умолял меня, звонил, писал мне, ну помоги, помоги. Я даже, это мне было так, за него даже неприятно, он ради денег был готов сделать все. Вообще неприятно, абсолютно неприятно. И вы знаете, Бог это не наша палочка-выручалочка. Бог нам ничем не обязан. Но Он любит нас, и Он сделал все для того, чтобы мы с вами могли получить спасение. У Него единственный путь для того, чтобы мы были прощены. У Него есть ответ, единственный. У Него есть единственный путь, как нам попасть в небес. Он говорит, пожалуйста, пожалуйста, каким образом мы должны приходить? Надлежащим. В страхе, в трепете. Если Он откажет, нету больше никого, никакой религии, которая смогет вам помочь. Если откажет Христос, это все. Это все. Поэтому мы должны иметь перед Ним трепет. Аминь. Приступать к Нему надлежащим образом. И Писание учит. Как это надлежащим образом? Во-первых, это же место Писания, потом дома можете посмотреть, у нас времени много. Мы должны приходить к Нему с искренним сердцем. То есть не притворяться, не лицемерить, я видел таких, да, есть такие люди, они лицемерят в церкви. Аллилуйя, я люблю Бога, все хорошо, прославляю так. А там матеряются, грешат там, ууу, на пропалую. Нет, нет. К таким сердцем нужно приходить к Богу? С искренним. Если ты понимаешь, что ты грешник, и ты таким являешься, и ты знаешь конкретно свои грехи, и когда ты приходишь в церковь, приходи перед Богом в страхе и трепете. Искренне. Да, Господь, я грешник, прости меня, пожалуйста, и дай мне сил освободиться от этого греха. Может быть, я не достоин сегодня находиться в храме твоем. Может быть, я не достоин сегодня находиться в присутствии твоем, но я искренне прихожу при тобою. Я хочу от этого освободиться. Помоги мне, Господь. Аминь. Не надо лицемерить. Кого мы пытаемся обмануть? Бога? Мы только самих себя обманываем. Так или нет? Поэтому первое, надлежащим образом, это как? С искренним сердцем. Не притворяться и не лицемерить. Приходи перед Богом таким, какой ты есть. И проси у Него помощи. Бог поможет. Аминь. Второе, надлежащим образом, написано, с полною верою. Полностью доверяй Богу. Мы не почитаем Бога, если мы не доверяем Богу. Если мы говорим, Господи, ну подожди немножко. Я об этом не люблю говорить, потому что многие начнут меня осуждать за это. Везде пасторов за это осуждают, бедные пастора. Об этом Библия говорит. Касается всего. Всего, что принадлежит Богу. Там, десятины и так далее, и тому подобное. Когда мы говорим, Господи, ну у меня проблемы, Господи, ну как-то, ну десятятую часть, давай я у себя оставлю. Мы не доверяем Богу, потому что Бог говорит, что когда ты сеешь, щедро ты щедро пожнешь. И доброход надающего Бог благословляет, написано. Написано, что Бог благословляет не так, как люди. Он благословляет в 30, 60, во 100 крат и более. Аминь. Написано, что Бог, Он заботится о нас, Бог переживает за нас, Бог уже приготовил ответ на наши просьбы, на наши молитвы. Он наш Отец. Аминь. И когда мы приходим к Богу, если мы хотим приходить к Богу в трепете и почтении перед Ним, нам нужно приходить к Богу с полной уверенностью. Аминь, Господи. Как ты говоришь, так и буду делать. Аллилуйя. Тяжело, не тяжело, там десятая часть, десятая часть. Воскресный день твой, твой. Я не буду работать в этот день. Я буду в твоем Божьем доме. Аминь. Это полное доверие Богу. Полное доверие Его Слову. Не только об этом. То есть это такие насущные, да, проблемы, темы. Полностью доверяйте Богу. Ну, мне диктует начальник, мне диктует тот, ну, ты доверяй Богу. Он твой царь. Начальник не может твое дыхание забрать. А Бог может. Начальник может урезать зарплату. А Бог дыхание может забрать. Не должен забрать. Он просто может, вы знаете, в его власти. Все по его власти. Наша вот планета Земля крутится под властью Господа. Мы дышим благодаря милости Бога. Аминь. Просто Богу, просто ему стоит милость от нас убрать, и мы завтра с вами не проснемся. Я уже об этом говорил. Мы дышим. Вот вы все сидите сейчас дышите. Я дышу. Благодаря милости Бога. Поэтому нужно приходить к Нему как? Если вы дышите сегодня, Бог любит вас. Аминь. Бог сегодня милует вас. Если вы дышите, если вы проснулись, Бог проявляет к вам свою милость. Аминь. Ну, доверьтесь Ему полностью. Мы не почитаем Бога. Мы ненадлежащим образом приходим перед Богом, если мы полностью Ему не доверяем. Как нужно приходить Богу надлежащим образом? Каким это образом? С полным доверием, с полной верою. Аминь. Пойдемте дальше. Что значит приходить надлежащим образом перед Богом? Писание говорит, очистив сердца от порочной совести. У кого было так, вот ты пришел в церковь, у тебя были какие-то грехи, ты пришел к Богу, попросил у Бога, ты покажешься перед Богом, попросил у Бога прощения за эти грехи, ты уже почувствовал, что Бог простил тебе эти грехи, но через месяц, через два твоя совесть тебя опять осуждает. Ты грешник, ты грешник, ты грешник, ты не прощен, ты в ад уйдешь, ты не попадешь на небеса. У кого это было? А кто-то вообще об этом даже не задумывался? Осуждает и осуждает. Твоя совесть тебя осуждает постоянно. Ты грешник, ты не чистый человек. Хотя Христос говорит, ты прощен, ты святой, ты праведный человек. А ты думаешь, нет, я грешник, я самый грешный, самый уродливый, самый среди христиан, самый вообще никакой. Наверное, так никто не думает. Я уж что-то палку перегнул. Мы так не думаем. Я самый лучший среди христиан обычно. Это тоже проблема. Это тоже проблема. Но Писание говорит, что когда мы приходим к Богу, нужно приходить надлежащим образом. Каким? Очистить свою совесть. Ты прощен. Ты сын Божий. Ты дочь Божья. С таким сердцем приходи. Ты прощен, оправдан. Это от тебя не зависит. Бог так сделал. Бог так заходил. Он тебя любит. По своей милости Он простил твои все прошлые грехи, настоящие и даже будущие. Аминь. И приходи к христиану, с той совестью, чтобы совесть твоя тебя не осуждала. Это называется приходить к Богу каким образом? Надлежащим образом, очистив сердца от порочной совести. Порочная совесть. То есть это больная совесть. Это совесть. Ты прощен, а она тебе все осуждает. Закрой рот этой порочной совести. Очисти эту совесть, чтобы она у тебя была какой? Чистый. Во Христе очищен. Оправдан. Ты ребенок Божий. Сын Божий. И дочь Божья. С таким сердцем надо приходить к Господу. Аминь. Дальше Слово Божие говорит. Нужно приходить к Богу с телом, да, написано, омытым, чистою водою. Здесь вообще можно прямо, если так порассуждать, прямо сказать, к Богу надо обязательно прийти, пройдя душ. Грязными не приходить. Но, конечно, здесь не об этом говорится. Хотя, если вы буквально это воспримите, ничего плохого в этом нет. Если действительно вы будете приходить к Богу, думая, завтра в церковь, да, и там с утра искупаетесь, умойтесь, так чистенько. Это тоже неплохо. Но Библия говорит о чем? Писание говорит, очистив водою свои тела. Во-первых, это говорится о водном крещении. Водном крещении, потому что водное крещение это вот тот самый момент, когда ты внешне начинаешь меняться. Здесь говорится о внешнем изменении. То есть, когда ты приходишь к Богу, приходи к Богу, меняясь внешне. Нужно внешне меняться постоянно. Твои слова, твоё поведение, как ты себя ведёшь, как ты разговариваешь, всё должно меняться. Вы знаете, можно вот так, да, свысока смотреть на людей. Вот приходи, свысока на них смотреть. Я лучше вас. Но, может быть, ты таким был во Христе, но когда пришёл, тебе надо меняться. Ты внешне должен меняться. Теперь ты должен вот так на людей смотреть, снизу. Вот это будет нормально. Ты внешне меняешься. Ты становишься смиренным человеком. Раньше злой был, а теперь ты становишься любвеобильным человеком. Это здорово. Писание говорит, Вот так нужно приходить к Богу, надлежащим образом, ты должен внешне меняться. Причем здесь водное крещение? О чем говорит водное крещение? О том, что когда ты принимаешь водное крещение, ты обещаешь Богу, что ты умираешь для старой жизни, греховной жизни, и теперь воскрешаешь для жизни новой во Христе Иисусе. То есть ты обещаешь Богу, ты обещаешь ангелам, ты свидетельствуешь людям и говоришь, все, я отрекаюсь от старой жизни, я не буду жить старой жизнью, я буду жить новой жизнью, я буду меняться, я буду преображаться в Иисусе Христе, аминь. И поэтому, когда здесь говорится о том, что нам нужно с вами омыть свои тела чистой водой, говорится именно об этом. Внешне мы с вами должны преображаться, аминь. Если 2-3 года ходишь в церковь, внешне никак не преображаешься. Я не говорю там, сестры завтра придут, еще более красивые. Ну здорово, конечно, но я не об этом говорю, вы понимаете. Писание не об этом говорит, говорит о нашем внешнем поведении. Как мы себя ведем? Стал ли ты добрее? Стал ли ты мягче? Стал ли ты лучше? Стал ли ты, я не знаю, ну как это назвать, прекраснее? Внешне ты меняешься или нет? Твои слова, твое поведение меняется или нет? Писание говорит, что если хочешь приходить к Богу надлежащим образом, как положено, как нужно приходить к Богу, имея трепет, имея страх перед Богом, вот так надо приходить к Богу, постоянно меняясь. Каждый раз, приходя в воскресенье на служение, в субботу перед воскресным богослужением, подумай, что я на этой неделе в себе изменил? Как я попробовал? То есть мы должны иметь такие мысли, понимаете, о чем? Следующее воскресенье я должен прийти к Богу немножко измененнее, немножко лучше. Это называется приходить к Богу надлежащим образом. Это называется чтить Его, иметь страх и трепет перед Богом. Аминь. А если ты вообще не меняешься, и вот так ходишь, ходишь, ходишь в церковь, ты не чтишь Бога, ты не почитаешь Бога, ты не боишься Бога, ненадлежащим образом приходишь перед Богом, ты не приготовил себя к богослужению. Воскресенье за воскресеньем. Вот таким образом мы должны двигаться. Аминь. Давайте дальше пойдем. 23 стих говорит о том, что мы с вами должны приходить к Богу без сомнений. Смотрите, будем держаться исповедания, упования, неуклона, потому что верен обещавший. Вот этот стих, он сам за себя говорит. Он как бы говорит, люди, сколько можно сомневаться в Боге? Сколько можно сомневаться в Его обещаниях? Сколько можно сомневаться в спасении? Сам Бог, Он сказал, и Он верен своим обещаниям. Аминь. Поэтому, когда мы приходим к Богу, нужно приходить как к Нему? Без сомнений. Кто из вас, сто процентов здесь сидящих, уверен, что Он попадет в Царство Небесное? Поднимите руку. Выше, выше, чтоб я видел. Остальные сомневаетесь? Ненадлежащим образом вы сегодня пришли перед Богом. Бог, великий, всемогущий, Он сказал, если уверуешь в Иисуса Христа, будешь спасен ты и весь твой дом. Есть ли у нас основания сомневаться в этом? Нету. Бог это обещал. Есть очень много божественных обещаний. Он обещал, Он это исполнит. Если Бог сказал, Он это исполнит. Кто из вас когда-то, какой-то брат однажды мне свидетел, говорит, пастор, мы сидели в офисе, общались, и он говорит, пастор, я чувствую, что Бог ушел от меня, что Бога нет в моей жизни, что я один остался. Почему Бог меня оставил? Я ему сказал, Бог тебе не оставил. Не важно, что ты чувствуешь. Бог сказал, никогда не покину тебя и не оставлю тебя. Никогда. Это Бог обещал. И Он верен своим словам. Не важно, что ты чувствуешь. Доверяй Богу и Его Слову. Приходи к Богу надлежащим образом, без сомнения. Не надо сомневаться в Боге. Бог спасет, не спасет. Бог есть, нет. А есть в царство Божие или нет? А Бог благословит или не благословит? А может, Бог меня оставит? Это не надлежащим образом, значит, приходить к Богу. Приходи к Богу надлежащим образом, не сомневаясь в Боге. Ты можешь сомневаться в себе, но не в Боге. Ибо верен обещавший. Если Бог сказал, Он исполнит. Вот кто-кто, а Бог за свои слова отвечает. Аминь. Поэтому нужно приходить к Богу без сомнения. И еще два последних пункта по тому, как мы должны приходить к Богу. Я вас предупреждал, что тема очень важная. Еще чуть-чуть осталось потерпеть, пожалуйста, но поверьте мне, тема важная. Итак, далее. Нужно приходить, Писание говорит, с любовью друг к другу, совершая добрые дела. Аминь. Вот Писание само себя, знаете, как вот оно мне нравится. Нужно приходить, Писание говорит, приходить к Богу. Нужно почитать Бога, иметь страх перед Богом. Приходить надлежащим образом перед Богом. Как? С любовью друг к другу. Вы любите друг друга? Муж и женя сказали аминь. А брат сестре, сестра брату, брат брату, сестра сестре. Мы должны любить друг друга. Любить друг друга. Это значит, когда мы приходим к Богу, когда мы приходим в церковь, как прийти к Богу надлежащим образом? Как стать перед Богом надлежащим образом? Как? Надо любить своих ближних. Любить своих ближних. Аминь. Писание дает ответ. Говорит, ну как ты можешь любить меня, Бог говорит? Ты меня не видишь. Ты не видишь, кто из вас Бога видел? Откуда вы знаете даже, как он выглядит? Если мы посмотрим откровения и почитаем, как там выглядят ангелы, то это ужаснуться можно. Мы не знаем, как Бог выглядит. В их понимании это красота. Понимаете? Когда красивые ангелы расписывают, это страх для нас. Я преувеличиваю. Четыре уха, пять крыльев, три лица. Господи. Лицо лошади, там ноги человеческие, хвост вообще там. Я описываю. Мы посмотрим, это страх для нас. Многие из вас не знают, как Бог выглядит. Он еще красивее. Аминь. Но в нашем понимании. Мы же не знаем. Я всегда, конечно, утрирую, потому что Писание говорит, не заблуждайтесь, даже когда такие проповеди слушайте, что мы с вами сотворены по образу Божьему. Аминь. Так что, Боже на Бога. Аминь. Мы красивые? Люди красивые? Нормально. Два глаза, нос, два уха, волосы, руки, все в порядке. Вот Бог, он, это вот, мы, так скажем, отображение и внутреннее, и внешнее, я в это верю, отображение нашего великого всемогущего Бога. Аминь. Но я говорю не об этом. Я говорю о том, что, как мы можем, Бог говорит, как ты можешь говорить, что ты меня любишь, ты меня никогда не видел. Если ты человека, который видишь, вот, ближнего своего, ты не любишь. Как ты можешь утверждать то, что ты меня любишь? То есть, Писание говорит, невозможно любить Бога, если ты не любишь человека. Невозможно. Любовь к Богу наша, она проявляется к нашей любви к человеку. И я верю, человек больше и больше начинает любить Бога, когда он больше и больше начинает любить людей. Я верю, что его любовь к Богу еще больше возрастает. Аминь. И поэтому, смотрите, здесь говорится, что нужно приходить к Богу надлежащим образом. Это каким образом? С любовью друг к другу, совершая добрые дела. Наконец-то я к этому пришел. Как любить друг друга надо? Совершая добрые дела по отношению друг к другу. Аминь. Как можно делать добро? По-разному можно сделать добро. Улыбнуться человеку, сказать, ты прекрасно выглядишь. Я так соскучился по тебе. Давай я помолюсь за тебя, давай я тебе помогу. У тебя трудности, давай, ну чем могу помогу? Может, у меня нету там большей суммы. Ну, что есть, я вот тебе помогу даже финансами. Но делать добро, мы же, ну, не дети, об этом не нужно особо учить. Делать добрые дела. Я люблю своего ближнего. Не-не-не-не, мы все любим друг друга таким образом. Давайте добрые дела делаем друг другу. Аминь. И вы представляете, Библия говорит, что это значит приходить к Богу надлежащим образом. Если ты не делаешь добро своему ближнему, не помогаешь своему ближнему, особенно в церкви, своим братьям и сестрам, ты приходишь к Богу ненадлежащим образом. Ты не почитаешь Бога. Ты пренебрегаешь Богом. Надлежащим образом давайте приходить к Богу. Аминь. И последнее, о чем также Слово Божие говорит, надлежащим образом приходить к Богу, не пропуская святых Божьих собраний. Здесь написано, как у некоторых есть обыча. Представляете, даже в то время, апостольское время, когда Христос был, так скажем, не так уж далеко, после рождения Христа уже прошло, мы говорим, более двух тысяч лет. А тогда Христос был где-то совсем рядом. Он был где-то совсем рядом. Ну и даже тогда в церкви прихожане умудрялись не посещать церковь, не посещать собрание. И апостол пишет и говорит, давайте не будем, оставляю, я нашел сразу 25 стих, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. То есть были собрания, да, богослужения. Писание говорит, не будем оставлять этих собраний. Когда мы отдаем Божье Богу, когда мы, ну, одним словом, когда мы отдаем Божье Богу, мы уже чтим Бога. Это называется надлежащим образом приходить перед Богом. Надлежащим образом, так, как надо. Если мы будем читать Ветхий Завет, я раньше думал, зачем все это описывается? Как в храме проводились богослужения? Как делались приношения? Один сосуд суда, другой сосуд суда, золотой суда, серебряный суда. Здесь нужно обязательно вот так прикрутить, не иначе палатку. Нужно вот так. Все так подробно описывалось. Я думаю, зачем оно нам нужно? Мы уже все это не делаем. Как бы все это времена прошли. Но вы знаете, вот здесь, через это, показывая как бы на это, Господь нас учит в сердце своем таким образом, до мелочи, приходить к Богу должным образом. Должным образом. Готовя себя, подготавливая себя, имея страх и трепет перед Господом. Аминь. Итак, последнее. Попранная жертва Христа. 26-27 стих говорят. Потому что если мы, получив познание истины, то есть мы приняли истину, мы приняли, что Христос умер за нас, и мы произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Противников. То есть люди, которые противятся Богу, люди, которые приходят к Богу недолжным образом, люди, которые не почитают Христа и его жертвы, которые попирают, ходят по жертве Христа, топчутся по крови Иисуса Христа. Опять и опять грешат, опять специально грешат. Они знают об этом, даже не имея никакого сожаления к этому, никакого стыда, какого-то покаяния в сердце, просто топчут в жертву Христа, зная, что Христос умер, продолжают специально, нарочно грешить. Есть грехи, когда ты споткнулся, есть, когда ты согрешил из-за своей немощи человеческой, есть такое, не об этом говорится. Говорится о другом, когда ты специально попираешь, и тогда Писание о чем говорит, что для таких людей больше жертвы не остается за грехом. Если ты единственную жертву за грех попираешь, у тебя нет другой жертвы за грех. И все, что остается тебе, некое страшное ожидание Божьего суда, потому что все, нет другого выхода. Мы с вами, то есть в течение всей этой проповеди сегодня, я как бы вот эту мысль подчеркиваю, я об этом говорю. Христос – это единственная жертва за наши грехи. Он единственный, кто нас спасает, прощает. И понимая это, мы должны приходить к Богу надлежащим образом. Мы с вами сегодня читали, как это – приходить к Богу надлежащим образом. Как это – готовить себя, свой сосуд, свое сердце. Как приходить к Богу надлежащим образом. А если мы приходим к Богу ненадлежащим образом, не чтим Его, не почитаем, не уважаем, не боимся, не имеем трепет перед Ним, и продолжаем грешить, жить своей жизнью, упорствуя Богу и Его Слову, то тем самым мы попираем последнюю нашу надежду. Мы попираем жертву Христа, единственную жертву Христа, повторюсь. И у нас больше ничего не остается, как просто ожидать суда. И Писание говорит, страшно впасть в руки Бога Живого. Как бы в конце подчеркивает, задумайтесь, если ты попадешь в руки судьи, великого, справедливого Бога, это страшно. У тебя нет другого выхода. И в течение всей Библии мы с вами видим, что человек просто так не может быть в присутствии Божьем. Либо человек в присутствии Божьем меняется, либо человек в присутствии Божьем, если не меняется, просто погибает. Точно так же и у каждого из нас. Либо ты чтишь присутствие Бога, ты почитаешь, ты должным образом приходишь в Божье присутствие. Ты готовишь себя, свое сердце, и ты меняешься. Либо ты попираешь эту жертву, попираешь присутствие Божье, так скажем, плюешь в лицо самому Богу. Грешный человек не может быть в святом присутствии Божьем, он просто погибает. Два коротких примера, я на этом завершу. Помните Саввел? Саввел, который гнал церковь, гнал христиан, который собирал документы на то, чтобы их сажать в тюрьмы, чтобы убивать их. Он подавал голос на то, чтобы убивать. Да, убивайте, давайте, побейте камнями. Саввел, однажды Иисус Христос во всей своей славе, он явился, помните Саввел? Господь, он аж ослеп, Саввел, он ослеп. Он говорит, Господи, кто ты? И он говорит ему, я тот, которого ты гонишь. И вот Саввел в этот момент, он смирился перед Богом, он почтил Бога, он пал на колени, сердцем своим перед Богом. Господи, что скажешь мне делать? Что мне делать? Он говорит, иди туда-туда, я тебе скажу, я пошлю людей нужных и скажу. Он стал апостолом потом. Он смирился перед Богом, он нес Евангелие, он проповедовал Иисуса Христа, ходил в смирении перед Христом. Он изменился, был гонителем, стал служителем. Был гонителем Христа, стал служителем Христа, потому что он смирился в Божьем присутствии перед Иисусом Христом. Аминь. А еще есть такая личность, мы с вами знаем, Понти Пилат, да? Которая, Библия говорит, он взглянул в глаза Христа, и он увидел там истину. Но он увидел там истину, и он мог смириться в присутствии Христа, в присутствии святого Бога. Глядя глаза в истине, он мог смириться перед Христом, но он не смирился. Да, он не дал своего голоса на том, чтобы его распяли, да? Мы знаем, он умыл свои руки и сказал, я не виновен в его жертве, делайте с ним все, что хотите. Он не дал своего голоса, но он и не смирился перед Христом. Он, будучи царем, имея власть, он мог заступиться за Христа. Но он и этого не сделал. Он не смирился в присутствии Божьем, он глядел в глаза самого Бога, что мы с вами, чего у нас с вами в жизни не было. Понти Пилат глядел в глаза самого Бога. Глядел в глаза этой любви, но так и не смирился. И вы знаете, история свидетельствует о том, что Понти Пилат, в конце концов, покончил жизнь самоубийством. А знаете почему? Потому что его терзала вот эта мысль, что он никак не смог помочь Христу и так и не смирился перед Христом. Таких примеров в Библии много. Мы, христиане, я как бы делаю такой вызов каждому из нас. Давайте чтить Бога. Давайте почитать Бога. Давайте помнить, что Он единственный путь. Он единственный, кто прощает нас. Единственный, кто открывает нам путь в небеса. Единственный, кто освящает нас. Это единственная истина. И нам нужно чтить Его. Понимая это, почитать Его и приходить к Богу всегда каким образом? Должным образом. Чтобы жить в Божьем присутствии. Чтобы меняться. Давайте приходить к Богу должным образом. Аминь. И я очень прошу, если кто-то у себя не записал, как это приходить к Богу должным образом, запишите это местописание Евреям 10 глава с 19 по 31 стихи, прочитайте дома, зайдите в интернет на наш сайт, послушайте эту проповедь еще раз, еще раз, возьмите у меня после служения этот листочек, кому действительно это важно, кто понимает, мне это важно, мне это нужно, отсканируйте, пожалуйста, в офисе, отсканируйте дома, смотрите, и постоянно, постоянно, приходя к Богу, приходя на служение, приходите к Нему надлежащим образом, имейте страх, имейте трепет перед великим всемогущим Богом, аминь, давайте мы сейчас поднимемся, я на этом буду завершать, и помолимся сейчас с вами, подержите, да, пожалуйста, музыкой, давайте закроем все наши глаза, сейчас вы не передо мной стоите, нет, сейчас вы не просто в здании каком-то находитесь, вы сейчас в храме Божьем, вы в церкви Иисуса Христа, глава здесь, это Иисус Христос, Он главный здесь, Он царь здесь, аминь, этот Иисус Христос, это тот, кто отдал свою жизнь ради вас, единственный, кто смог это сделать, это тот, кто взял ваши грехи на себя, и это единственный тот, кто смог это сделать, это тот, кто примирил вас с Богом Отцом, и Он единственный, кто смог это сделать, и Он сейчас глава на этом месте, Иисус глава на этом месте, Он царь здесь, здесь, фактически мы у Него в гостях сейчас, это тот, кто единственный может простить вас, очистить вас, открыть вам путь в небеса, помирить вас с Богом Отцом Великим Всемогущим, Он единственный, единственный, понимая это, давайте иметь трепет перед Ним, иметь трепет перед Ним, и в этой молитве давайте попросим прощения, Господь, прости, что я заигрывал с Тобой, может быть, я попирал Твою жертву, Христос, может быть, я попирал кровь Твою, может быть, я оскорблял Духа благодатью, прости меня, прости, может быть, ненадлежащим образом приходил, не менялся, не преображался, не любил своих ближних, не делал добро, прости меня за это, и я хочу измениться, помоги мне в этом, чтобы всякий раз, когда я прихожу в Твой Божий дом, когда я прихожу в Твой храм, где Ты являешься главой Христос, от Которого зависит все в моей жизни, чтобы всякий раз, приходя в Твой Божий дом, я приходил надлежащим образом, готовя себя, готовя свое сердце, меняясь внешне, меняясь внутренне. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы сейчас приходим к Тебе в этой молитве, и я хочу сказать Тебе огромное спасибо за Твое Слово, которое Ты сейчас дал нам, которое Ты посеял в наши сердца, Господь. Я молю о Твоей помощи, Дух Святой. Я молю о Твоей помощи, Дух Святой. Оживи это Слово сейчас в сердце каждого моего брата, каждой моей сестры, тех, кто на этом месте, и кого с нами нет, кто сейчас слушает нас или смотрит нас. Благослови, пожалуйста, чтобы это Слово, Дух Святой, по Твоим действиям могло укорениться в наших сердцах и принести плод, Господь. Мы хотим попросить у Тебя прощения, если мы, осознавая и понимая, что Ты единственный путь, не почитали Тебя. Если, осознавая и понимая, что Ты единственный путь, мы топтали Твою жертву, Твою кровь, мы оскорбляли Духа благодати, прости нас за это. Если до последнего упорствовали Тебе и Твоему Слову, прости нас, Господь, и научи нас приходить в Твой храм, там, где Ты являешься главою, надлежащим образом, готовя себя, готовя свое сердце, готовясь внешне, внутренне, изменяясь внешне, изменяясь внутренне, Господь. Служа друг другу, почитая Тебя, научи нас делать это надлежащим образом, Господь. Я прошу, дай нам всем такое правильное отношение к Тебе. Дай осознать, понять, до конца осознать и понять, что другого нет пути у нас. Нету ни одного пророка, человека, религии или книги, которая бы несла эту истину, которая бы спас нас, кто-то искупил. Нету таких, больше нету. Ты единственный, Христос. Твоя кровь – единственный путь. Твоя Евангелие – это единственная истина. И понимая это, помоги нам со страхом и трепетом совершать свое спасение. Страхом и трепетом ходить перед Тобой. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Давайте еще помолимся сейчас молитвой о Духе Святом. Я очень хочу, чтобы главой этой церкви был Дух Святой. Чтобы мы всегда смирялись перед Духом Святым. Дух Святой готов всегда действовать и помогать нам, когда мы уступаем Ему место. Пока мы противимся Ему, Он не может двигаться, работать в нашей жизни. Я говорил о Духе Святом многое. Без Духа Святого Церковь вообще мертвая Церковь. Абсолютно. Потому что Библия говорит, что Дух Святой, благодаря Духу Святому изливается Божья любовь в наши сердца. Аминь. Если Дух Святой не поможет, вы никогда не сможете ощутить Божью любовь. Написано, что Дух Святой утешает нас. Кто-то приносит нам от самого Бога Отца утешение. Написано, что все Писание Бога духновенно. Никогда это Слово не будет вас менять. Никогда вы не будете получать какой-то толк от Библии, если Дух Святой вам не откроет истины этого Слова. Его Слово Бога духновенно вдохновлено Святым Духом Божьим. Аминь. Если Дух Святой вам откроет это Писание вашему сердцу, ваша жизнь начнет меняться. Аминь. И здесь нам нужен Дух Святой. Никогда через нашу Церковь люди не будут спасаться, не будут приходить в Церковь, принимать Христа в свое сердце. И мы не позволим это Духу Святому, потому что написано, Дух Святой приводит людей к покаянию. И Дух Святой свидетельствует об Иисусе Христе. Мы как Церковь призваны, чтобы нести Евангелие. Аминь. Мы все призваны, чтобы нести Евангелие, говорить о Христе другим людям. Мы все к этому призваны. Аминь. Но сам я не смогу это сделать никогда. Давайте попросим Дух Святой, помоги нам в этом, чтобы наша Церковь была миссионерской, евангелизационной Церковью. Дух Святой, помоги нам в этом. Всех нас зажги этим, чтобы мы несли Евангелие, чтобы эта Церковь несла Евангелие, чтобы люди слышали Евангелие и принимали тебя своим личным Господом и Спасителем. Аминь. И никогда, никогда дьявол не будет бояться вас, если в вас не будет силы Духа Святого. В день Пятидесятницы ученики Христа, они приняли Духа Святого и написано, они начали проповедовать с такой смелостью и дерзновением, что тысячами люди каялись, у них была сила. А до этого они прятались, они боялись выйти, потому что было гонение на христиан, они боялись, что их убьют. Но как только они приняли Духа Святого, они смело и вышли, и начали проповедовать. Если вы чувствуете себя христианином таким, трусишкой таким, никак не могу сказать кому-то об Иисусе Христе, стесняюсь Иисуса Христа, молитесь, Дух Святой, сойди на меня, наполнись силой своей, чтобы я был твоим свидетелем, чтобы я не стеснялся тебя. Кто говорит, постыдится меня того, я постыжусь пред Отцом моим небесным. Представляете? А кто исповедует меня перед людьми, я того исповедую пред Отцом моим небесным. Аминь. Сильно. Поэтому просите об этом силу Духа Святого. Сейчас это молитва. Дух Святой, приди. Дух Святой – это личность. Аминь. Он слышит вас, Он понимает вас, и Он хочет жить с вами и помогать вам в вашей христианской жизни. Пригласите сейчас Духа Святого. Просто пригласите Его. Давайте помолимся. Дух Святой, мы сейчас приходим к Тебе и смиряемся при Тобой. Драгоценный наш Дух Святой, мы понимаем, что без Тебя Церковь жить не может. Без Тебя мы не можем получать слово откровения. Без Тебя Библия – это просто книга для нас, непонятная книга. Дух Святой, без Тебя мы не можем быть миссионерской евангелизационной церковью. Без Тебя, Дух Святой, у нас нет силы, поэтому мы просим, сойди на нас, Дух Святой. Снизойди на свою церковь. Наполни нас Твоей силой, Дух Святой. Наполни нас Твоим огнем, утешь, кого нужно утешить. Наполни своей любовью тех, кого нужно наполнить этой любовью. Дух Святой, открывай нам тайны Божьего Слова, чтобы, познавая истину, мы становились свободными. Твое Слово говорит, познайте истину, и эта истина сделает вас свободными. Дух Святой, открывай эту истину нам. Используй нас, говори через нас, свидетельствуй через нас, чтобы люди, слыша это свидетельство, могли каяться, принимая Иисуса своим личным Господом и Спасителем. И наполни нас всех своей силой, чтобы мы не были трусливыми, боящимися христианами, которые стесняются Тебя, но чтобы мы были, Господь, смелыми, горячими христианами, которые не стесняются Тебя, но исповедуют Тебя смело перед людьми, Господь. Нам нужен Ты, Дух Святой, нам нужна Твоя сила, мы все смиряемся при Тобой и приглашаем Тебя в нашу жизнь. Аллилуйя, во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь, аминь. Всегда так молитесь, Дух Святой нам нужен Ты, Дух Святой нам нужен Ты, Дух Святой, Ты нужен нашей церкви, аминь. Ты нужен мне, Дух Святой, помоги, чтобы мы не были мертвой церковью, аминь. На данный момент в Паране Церковь Живая Вода, это единственная русскоговорящая церковь. И здесь очень много говорящих. Мы здесь не просто для того, чтобы какие-то праздники, там, весело, здорово, хорошо. Мы здесь, чтобы нести Евангелие, нести Иисуса Христа другим людям, аминь. Это счастье жить со Христом, аминь. Хитрые, вам хорошо со Христом, а другие как? Даром получили, даром давайте, аминь. Приняли Христа, передайте Его другим, на всех хватит, не переживайте. Христа на всех хватит, аминь. И мы для этого здесь стоим, аминь. Последняя молитва, и давайте сейчас помолимся. Помолимся за личные нужды. Время совсем мало. Помолимся за личные нужды. У вас есть какие-то трудности, проблемы? Помолитесь сейчас. Доверьтесь Богу. И помолимся за нашу церковь в Суоне. Сегодня в три часа там будет проходить богослужение. За наших братьев и сестер в Суоне. Пусть их Бог всех благословит. Аминь. Я буду за вас молиться также в этой молитве. И вы также в этой молитве помолитесь за меня, за мою семью и за наше служение. Аминь. Давайте вот так помолимся. Отец Небесный. Твоё слово говорит. Придите ко мне все труждающие, все обремененные. Я успокою вас. Все заботы ваши возложите на него, потому что он печется о вас. Драгоценный Господь, мы приходим к Тебе сейчас. И все свои заботы мы возлагаем на Тебя, Иисус. Ты заботишься о нас. Ты любишь нас. И Ты сказал, приходите к Богу и открывайте всякие свои желания перед Господом. Мы открываем свои желания. И я очень прошу Тебя, Иисус, прикоснись к тем, кто сейчас может быть. Это действительно, если это болезнь, это просто проклятие. В этом вообще нет Твоей воли. Пусть эта болезнь прямо сейчас уйдет во имя Иисуса Христа от моих братьев и сестер. Господь, освободи от всяких проклятий, от всяких проклятий и неудач. Освободи, Господи, Твою церковь. Я прошу Тебя, прикоснись к духу, прикоснись к душе и к телу, Господь, чтобы пришла эта гармония от Тебя, Господь, в жизнь каждому моего брата и моей сестры. Храни всех наших близких, всех наших родных, чтобы все, кто еще не получили спасения, могли получить спасение и принять Тебя своим личным Господом и Спасителем. И Ты сказал, именем Моим будете изгонять бесов. Прямо сейчас, именем Иисуса Христа, мы повелеваем Вам бесы. Убирайтесь вон от наших домов и семей. Убирайтесь вон от наших близких, родных и не прикасайтесь к нам, дьявол. Мы именем Иисуса разрушаем все Твои планы на нашу жизнь и на жизнь наших близких, родных. И мы просим Тебя, Иисус, как всегда, совершай Твою святую и благоугодную волю в жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Слава Господу. Давайте Богу вас дадим славу. Аллилуйя. Давайте мы сейчас все присядем, приготовим наше приношение пожертвования. Диакон Дмитрий помолится. Дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что провели это время вместе с Господом, размышляя над Его Святым Словом. Писание говорит, что Библия, она богодухновенна и полезна для научения, для наставления, для исправления. Поэтому Слово Божие и сегодня имеет силу изменять нас, преображать нас и делать нас новыми людьми в Иисусе Христе. Ну а также Слово Божие способно изменять и те обстоятельства, которые сегодня окружают нас с вами. Хочу также напомнить, дорогие друзья, что на нашем официальном сайте www.russianfgc.org вы также сможете найти более подробную информацию о нас и о нашем служении. Также на этом сайте вы сможете слушать «Живая вода» и мы приглашаем вас на прямые эфиры, прямые трансляции наших проповедей с нашего служения каждое воскресенье в 11.40 по сиульскому времени. Также в разделе видео в прямых трансляциях вы сможете смотреть наши прямые трансляции в видеоформате и также с нашего богослужения в 11.40 по сиульскому времени. Ну и в гостевой книге вы можете оставлять ваши темы молитвы. Мы обещаем, мы будем молиться за вас. И даже несмотря на то, что многие из вас находятся далеко от нас, мы можем служить вам нашими молитвами за вас. Оставляйте тему молитвы вашей. Может быть, кто-то болен из ваших близких, родных, друзей, кто-то нуждается в спасении. Не важно, пишите ваши молитвы с верой. Мы обещаем, мы будем молиться за вас и поддерживать вас в молитвах. Я с вами не прощаюсь, но говорю до новых встреч, дорогие друзья. Следующее воскресенье в 11.40. Встречаемся с вами в прямых трансляциях. Если вы находитесь в Южной Корее, пишите нам, звоните и, может, мы с вами воочию друг друга увидим. Счастливо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok